Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии Тейхиа недель. Сегодня у нас долгожданная пятница. Долгожданно, потому что мы очень давно настраивались на американскую статистику по рынку труда. Возможно, не будет преувеличением, если мы сразу позволим себе сказать, что именно сегодняшние данные по рынку труда могут спровоцировать волатильность, которой не было уже очень давно. Но сделать стоит сразу же и ремарк. То, что у нас финансовые рынки в последнее время явно не дремлют. И большое спасибо, что мы видим интенсивные движения. Именно эти движения позволяют нам оставаться, друзья, в тонусе. И использовать эту волатильность для того, чтобы проводить, собственно, прибыльные трейдеры. Сегодня день будет насыщен не только статистикой по рынку труда США. Сегодня фактически у нас будут движения по всему спектру финансовых инструментов. Отдельно я еще хочу отметить британцев. Потому что в 18.15 сегодня мы ждем выступления председателя Банка Англии Марка Карни, который непременно будет снова говорить о денежно-кредитной политике. Там ненько мы его уже не слышали. Сейчас очень интересно послушать о позиции, которой придерживаются голосующие члены Банка Англии относительно майского заседания и тех действий, которые там будут приниматься по процентным ставкам. Уже в контексте тех данных, которые мы получали и разбирали на этой неделе по производственному сектору, по строительству и сферу услуг. Вопросов к этим секторам по состоянию и текущим показателям довольно-таки много. Особенно в свете вчерашнего релиза по сфере услуг. Но о британцах мы еще поговорим. Давайте сейчас не будем на нем останавливаться. Просто имейте в виду, что если фунт является также вашей валютой и избранной по спекулятивной активности сегодня, мы сможем вместе с вами и вместе с британцем также поторговать, поскольку в связи с таким событием движения будут и по нему. Также в 20.00 по московскому времени Бейкер Кьюз по количеству нефтяных терминалов. Ну, собственно, статистики по немцам также сейчас коснемся. Ну, чтобы уж продолжить с хронологией экономического календаря, пропустил я 15.30. Это не только сакральный период времени, когда мы будем с вами разбирать статистику по штатам. В этот момент еще и выйдут данные по канадскому рынку труда. И уж точно, друзья, где сегодня нас ожидают сверх мощные и сильные движения, это пара доллар-канадца. Очень хочется надеяться, что на сегодня, когда будет увлекована эта статистика, она не будет противоречить сама себе. То есть не получится так, что, к примеру, у нас выйдут одновременно сильные данные по доллару и сильные данные по канадскому рынку труда. Потому что в этом случае, скорее всего, их влияние друг на друга будет компенсирующего полка. Это влияние не само нейтрализуется, и в итоге движения будут не такими интересными. А вот если нас сегодня порадует, к примеру, сильная статистика по штатам и параллельно провальный отчет по канадскому рынку труда, то тогда никаких, скажем, палок колеса мы не будем даже обозначать как возможно то, что может случиться. И просто насладимся, опять же, восходящим движением купая доллар-комайнс, которые нам, собственно, и нужны. Потому что я, честно говоря, друзья, давно нахожусь в длинной позиции. Надеюсь, что те рекомендации, которые я давал еще много месяцев назад, кто-то использовал из вас, тоже купили эту пару. Тоже, как и я, ориентированы на более высокие ценовые значения. И тоже, как и я, стараются смотреть на картину шире. Ища, опять-таки, подсказки, в плане документов того, что с этой парой можно произойти это дальше не только в долларе, но и в канадской экономике, и в ситуации на рынке мироводородов, в частности бренда. О канадцах также поговорим. И винцом, собственно, дня будет еще и выступление Джерома Фаула, который, как вы знаете, с некоторых он возглавляет американский регулятор. Джером Фаула очень оказался, скажем, интересным персонажем в ходе последнего свидания в БРС, потому что, несмотря на рыночный настрой того, что он полностью продолжит политику Джанет Йеллен, то есть, будет исключительно оптимистичен относительно основных показателей макроэкономических, оптимистичен относительно инфляции, экономического восстановления и, соответственно, тоже солидарен с Джанет Йеллен относительно более высоких темпов в прожиточении политики. Но Джером Фаула, как вы помните в прошлый раз, высказал некоторые сомнения относительно роста инфляции и все-таки немного облома трейдеров, по которым настраивались на то, что ставка будет получена еще трижды, поскольку по его мнению, его позиции, которая является основной, конечно же, ставки, могут быть подняты до конца этого года только Эдуард. Но я не оставляю, скажем, надежд, что и мнение Джерома Паула тоже может измениться. А изменится оно обязательно в том случае, если мы будем получать дальше сильные и сильные отчеты, мы будем работать дальше с такой трендовой позитивной статистикой, способной повысить наши ожидания по росту американской экономики и реанимировать еще больше рост доходов в конце концов привести к укреплению доллара. Давайте про нефть, которая вешает тут же уже вторую сессию подряд, то есть там, где мы открываемся, там в сессии закрываем рынок. Сейчас очень верный комментарий из моих коллег, то что рынок реагирует на геополитический фон и то, что сейчас обсуждается в контексте отношений США и Китая. При этом реальная экономика, которая представлена цифрами, на второй план. Мы об этом также говорили, стараемся сейчас копить вот эти статистические отчеты, прогнозы, доклады целого ряда ведомств, которые оценивают то, что происходит на глобальном рынке черного золота. Но понимаем, что нефть, будучи сырьевым инструментом, безусловно, сейчас, когда на рынке обсуждают только одну тему, развяжется ли торговая война или нет, тоже реагирует на новостной фон, который касается, собственно, этих отношений США и Китая. Поэтому, когда все плохо в плане комментариев, все говорят о том, что торговая война началась, это негативный момент и, скажем, прелюдия для более серьезных проблем в глобальной экономике и спада экономического роста. Как только новостной фон улучшается, мы наблюдаем совершенно обратный разговор и совершенно другую динамику по нефти, потому что все начинают уже торговать от противного, что раз повышается спрос на рисковые инструменты, раз уходят с рынка негативные аспекты, все начинают верить в мировую экономику, спрос и так далее. Надеюсь, что в ближайшую неделю, может быть, чуть больше, ситуация все-таки стаканится, надежды существенно возросли за минувшие торговые сессии после того, как, собственно, Трамп и ряд его советников Навара, Ларри Кудло подтвердили то, что США и Китай находятся сейчас в стадии переговороческого процесса, но не торговой войны. Да и, собственно, вы сами видели, как на эти комментарии отреагировали мировые фондовые рынки, которые наконец-таки поверили, что здравомыслие возобладало, и все-таки и Китай, и США понимают, что не нужно эскалировать ситуацию, не нужно усугублять, на мой взгляд, несколько выше, что уже есть под контролем, обстановку в плане торговых отношений, и лучше все-таки успокоиться, перестать принимать вот эти превентивные и проактивные действия за очень короткие периоды времени, то есть действуют, потом думают. И надеюсь, что переговоры все-таки будут возобновлены, и я ссылаюсь, опять же, на комментарии не только представителей администрации Трампа, но и его лично, который по-прежнему берет очень высокую социальную активность в Твиттере. Я думаю, что кто-то из вас следит за его постами, это практически, возможно, основной источник информации, поскольку в Твиттере мы узнаем в первую очередь самым оперативным образом в каких-то решениях, и я сейчас советую вам поглядывать на его посты, потому что, возможно, именно они смогут помочь принять быстрые инвестиционные решения на финансовых рынках, когда тема такая горячая в политическом отношении. Если будут позитивные комментарии, то, соответственно, будет возможность снова поспекулировать на том, чтобы сделать ставку на риску инструмента, ну или, по крайней мере, сделать ставку на доллар, потому что доллар будет выигрывать из-за снижения спроса на защитный актив. Ну и, наоборот, если ситуация снова будет, достигнет какой-то новой точке кипения, то мы будем работать с геополитическими рисками и спросом на защитные инструменты. По нефтянке за минувший день ничего, собственно, не изменилось, друзья. Я предлагаю вам не забывать про то, что у нас по штатам был обновлен исторический показатель по добыче, а почему-то сейчас это не очень охотно отыгрывают на рынке, но, опять же, я связываю это с тем, что рынком сейчас правит не реальная экономика, все-таки настроение, связанное с геополитикой. Но это не вещь, я уже отметил. Я советую вам все-таки не забывать и про то, что сколько нефти в штатах отбывается, про планы США. Я советую вам не забывать про недавние, очень неожиданные для некоторых цифры, в том, что Россия не соблюдает в полной мере взятые на себя обязательства по энергетическому факту. Я советую вам немного пошустрить в плане поиска новостей и каких-то отдельных заявлений представителей энергетической элиты, скажем, России, вплоть до Александра Новака, вы сможете убедиться в том, что, может быть, где-то на глобальной арене непосредственно тет-а-тет с глазу на глаз представителями ОПЕК и Россия обеими руками за то, что нужно действовать солидарных, скажем. В усилиях нужно совместные шаги предпринимать, направленные на долгосрочную балансировку рынка. Ну, когда мы видим вопросы, которые звучат со стороны российских СМИ, опять же, в адрес энергетики, то сразу же становится понятно, что Россия, скрипя зубами, собственно, сейчас находится в этом юридическом факте в соглашении, когда все-таки истекут его сроки, чтобы вернуться к прежним показателям нефтедобычи. Поэтому по нефтянке, друзья, я считаю, что пока новостной фонд по геополитике спокоен, мы снова можем обратить внимание на статистику. И сегодня, кстати, в Бэкерфьюз у нас количество нефтених терминалов, да, признаю то, что отчет выходит поздно вечером, и обычно статистику мы отыгрываем в понедельник. Но все же этот релиз позволит нам настроиться на локальную как раз срочную тенденцию, пусть и уже с открытия следующей недели. Соответственно, в случае роста количества терминалов мы снова будем претендовать на движение вниз. Я все-таки вижу возможности для движения и тестирования поддержки 65 долларов за баррель. Сейчас котировка 67.95. Рубль 57.70. Я думаю, что закрепление лучше 58 – это тоже вопрос ближайших дней. Все зависит от того, насколько динамичным будет последующее снижение нервов. Доллар японская иена карабкается вверх и отлично, потому что вместе с ростом данного актива доллара и валютной пары мы с вами зарабатываем. У нас цель ближайшая 108. До нее остается все меньше и меньше. 7.72 сейчас котировки. Напоминаю то, что настроения на рынке очень сильно изменились еще на закрытии торговой сессии среды, когда сразу и Ларри Куглоу, и Трампа подчеркнули то, что они готовы к переговорам, то есть открыты к такой инициативе, направленной на деэскалацию напряженности. Трампа отметил, что с Китаем никаких торговых войн не ведет, это лишь переговорческая тактика. Но я допускаю, что, скорее всего, это действительно так и есть, потому что Трамп проводит такие меры и ведет такую внешнюю политику уже с начала своего президентского срока. И мы видим то, что зачастую эти действия противные приносят свои плоды, потому что многие страны, в итоге, идут на уступки. Вот сейчас начал огрызаться Китай, но я надеюсь, что, опять же, благоразумие и правомыслие возобладает, и страны смогут договориться по регулированию показателей экспорта и импорта. Но в США тоже нужно понять, поскольку дефицит торгового баланса действительно критический, и как еще его можно сократить, если не снизить показатели импорта, либо повысить экспорт. Я надеюсь то, что США сможет, в луарном действии Китай, в том, что в Штатах есть что закупать в большем количестве, и это сможет решить проблему большого дефицита. Соответственно, мы продолжаем следить за статистикой. Напоминаю, что сегодня нон-фармпэл, сегодня динамика роста заработных вклад. Посмотрите на прогнозы. Кстати, прогнозы нон-фармпэл с количеством новых рабочих мест 190 тысяч. То есть, вы понимаете, если это скромное значение, учитывая то, что по EDP у нас было предложено 241 тысячу в среду. То есть, даже если показатель чуть превзойдет этот прогноз, это будет позитивным фактором для рынка и должно оказать сейчас поддержку доллара. Заявки на пособие по безработице, которые мы с вами разбирали вчера, 242 тысячи с 218 и 161-го неделю подряд мы работаем с статистикой ниже 300 тысяч. Это тоже позитивный момент. Доходности американских облигаций сегодня подснижаются, но смогли восстановиться с минимумом и снова находится в тенденции роста, если посмотреть за кривой график с начала этой недели, выше 281-го мы сейчас торгуемся. И я абсолютно уверен, друзья, что до конца этого года американские десятилетние казначейские бумаги по доходности перевалят за 3%. И вот почему я считаю, что доллар в ближайшие квартовые сломает тенденцию ослабления. Индекс доллара будет сильно выстрелить и американская валюта станет одним из самых динамичных и активных по росту инструментов, может быть даже одним из самых больших рекордсменов по доходности. Поэтому ждем в 15.30 статистику, верим в бакс, верим в доллар, верим, что к 16.30, да и позже, до конца сегодняшнего дня, Трамп ничего не отчудит, собственно, в плане твитов, и Китай не выкнивает новых номеров, позволит нам поработать все-таки ближе к экономической ситуации, ближе к статистике и поработать именно с фундаментальным фондом, с которым мы привыкли работать. Евро против доллара снижается, это тоже, соответственно, с нашими ожиданиями. Друзья, с учетом того, что мы сейчас уже на грани тестов поддержки 1.22, я думаю, что уже можно смириться с тем, что евро-доллар постепенно идет поддержка 1.20. Кстати, несколько дней назад, точнее, позавчера мы с вами разбирали данные по инфляции. Трейдеры, которые сидят за этим показателем, их можно было разделить на два лагеря. Кто-то считает, что инфляция, основной показатель вырос, это несомненный позитив, это сигнал того, что ЭЦБ изменит политику. Я еще вчера давал рекомендации, что нужно смотреть на базу инфляции. Вот она находится сейчас в тренде нисходящем, инфляция 1% ровно. Это показатель, который не учитывает волатильные цены на воду и питание, на продовольствие и показатель, который отражает реальную и истинную потребительскую активность. Если вам нужно еще доказательства того, что с активностью потребителей все плохо, я рекомендую посмотреть на ручные продажи, которые были далеко нечера по еврозоне. Вместо прогноза роста на 2,1%, у нас более скромное значение 1,8%. Я думаю, что в этом плане, по этой статистике картина будет только покушаться. Поэтому ЭЦБ будет верен своему прежнему курсу. Драги будут верен свои прежние риторики. Это для нас подтверждение того, что продавая евро, мы действуем многосрочно правильно. Пункт против доллара. Сейчас вслед за ростом доллара тоже позволил оказаться и себе в олдсайдерах. 31,39 и 91 котировки. Но можно сказать, что держимся мы пока рядом с поддержкой 1,40. Я сегодня возлагаю вам большие надежды на комментарии картины, потому что ему придется снова напомнить рынку о том, что в мае ставки будут повышены в большой доле вероятности. И, безусловно, комментарии такого рода может вернуть на рынок покупателей, поддержать интересы к британцу, даже несмотря на то, что, скорее всего, балл и тон настроения сегодня будет сдавать доллар. Но вот все-таки по британцу своя тематика отдельная. Я предлагаю разбираться и делать больше акцент на новостной фонд именно британского происхождения. И сразу повторяю, что это исключение только для британцев. Потому что, ну, нигде больше нету столь интересного геополитического события, как брэнзи, и нигде нет большего интереса к ужесточению политики, как в банке Англии. Поэтому фунт я продолжаю покупать. Фондовый рынок США, друзья, немножко откатило у нас. Сейчас СССР торгуется на отметке 2636 пунктов. Я напоминаю, что цель по этому индексу, по этой бенчмарке американского фондового сектора, находится на отметке 2500 пунктов. Я напоминаю, что основной аргумент, почему лично я продаю данный сектор, это кризис ликвидности долларовый, который явно усиливается в свете действия денег регуляторов, прежде всего в свете активности Минфина по размещению облигаций. Я думаю, что в этом квартале мы обновим новый исторический рекорд, и размещено будет облигация больше на полтриллиона долларов, почему бы и нет. Откатки ликвидности будет продолжено. Ну и, безусловно, пресс будет дальше разгонять процентные ставки. Сегодня, кстати, я упустил тот момент. Если после выхода данных по Non-Parm Perils в итоге отчеты будут такими, на которые мы настраиваемся, то есть довольно хорошими, это сразу же повлияет на ставку по ключичную ставку, которая оценивает вероятность изменения денежной кредитной политики и темпа повышения ставок до конца 2017 года. И, собственно, эта вероятность возрастет, и рынок, возможно, снова вернется к обсуждению готовности ФРС даже к трем подобным действиям. Не забывайте про это, то есть оценивая перспективы доллара и через прейзму хорошей статистики и изменения ФРС у нас действительно пока все складывается довольно неплохо. Доллар канадец, я уже, в принципе, отметил в двух словах. Мы рассчитываем увидеть сегодня рост, потому что статистика по штатам обещает быть более хорошей, чем статистика по Канаде. Да и плюс ко всему, вероятность того, что истинные показатели по канадскому рынку труда не дотянет до прогноза выше, чем по штату. Поэтому будем работать с таким обоюдным эффектом от статистики по рынкам труда США и Канады. И не забывайте также о том, что и в отношении канадской экономики рынок труда это тоже сигнал того, что будет с монетарной политикой и со ставками дальше. То есть если данные нас разочаруют, то тогда рынок все же смирится с тем, что ставки до конца этого года канадский регулятор более повышать не будет. И на этот отчет канадский доллар обычно реагирует весьма интенсивно. Это, скажем, в дневном размытом эффекте может быть движением больше, чем на 150 пунктов. Поскольку сегодня у нас еще иной пара Пэрлса, в идеале бы, друзья, даже несмотря на то, что сейчас пара USDCAD торгуется на отметке 1,2760, в идеале бы сегодня снова подобраться к сопротивлению 1,30. А до этого уровня, как вы сами можете заметить, практически 250 пунктов. Ну, собственно, это все. По отчетам мы с вами уже поговорили. Ждем волатильности, ждем нужное нам движение. Будьте, конечно же, сегодня внимательны ко всему, что на рынке происходит, потому что даже несмотря на наш с вами настой и на то, что нам очень хотелось бы увидеть на ростующий доллар, конечно же, рынок может быть в итоге весьма каверзным и показать совершенно не то, что нам нужно. Ну, либо показать сначала обратную динамику и установить лишь к концу дня и наоборот. В общем, к волатильности нужно быть готовыми и нужно добавлять такую вербальную, настроенческую, что ли, составляющую. Если вы также приобретете в доллар, тогда наши с вами совместные усилия, ну, они пока, как говорится, точно не будут лишними для рынка в плане фонирования тех тенденций, которые нужны. Разбирать уже, как рынок поведет сегодня себя, будем в понедельник. Поэтому с огромной удовольствием вас всех приглашаю на брифинг, который, как и всегда, в прямом эфире состоится в неделе 30 в понедельник. Так что понедельник у нас еще и выпьет на правильный понедельник, такое символичное название. Те, кто с вами присутствует, знают, что мы там разбираем события минувшей недели и пытаемся построить торговую активность на неделю предстоящую. Поэтому, если есть возможность, присоединяйтесь. Друзья, на этом, собственно, все. Хороших вам в праздничных выходных. Увидимся в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok